Всем привет! Мало что может заменить удовольствие от отдыха на свежем воздухе. Многие из нас выберут возможность посидеть с друзьями, родственниками на открытой веранде вместо закрытого помещения ресторана. А что может быть лучше беседы у костра? В зависимости от погоды мы сможем себе позволить такую радость весной и летом. Однако не стоит расстраиваться, что тепло так быстро уходит от нас. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как можно перенести тепло на открытую площадку и в прохладное время года насладиться отдыхом на свежем воздухе. Перед вами ламповый инфракрасный обогреватель BALU серии BALI. Он работает по принципу инфракрасного обогрева. Сейчас мы на свежем воздухе. На улице 15 градусов. Достаточно прохладно. Я собрал обогреватель BALU таким образом, чтобы установить его возле столика и показать вам, как можно перемещать тепло с места на место. Как это удобно и легко. Чтобы установить инфракрасный обогревательный штатив, мне понадобилось 2 минуты. Те, кто увлекается фото- и видеосъемкой, сделают это за 1 минуту. И вам не нужны инструменты, чтобы соорудить эту конструкцию. После сборки включаем обогреватель BALU в розетку, и прибор готов к работе. В отличие от многих других обогревателей, серия BALI обеспечена длинным шнуром 2,4 метра. А чтобы никто не споткнулся о шнур, на штативе есть фиксатор, который позволит закрепить электрический кабель. А тем временем наш обогреватель уже начал давать тепло. Теперь нам необходимо выбрать удобное место для его размещения. Инженеры BALU дают следующие рекомендации. Комфортное расстояние между человеком и обогревателем 2-2,5 метра. Мы последуем профессиональным рекомендациям. У нас есть возможность регулировать угол наклона обогревателя с шагом в 30 градусов. Вы сами выбираете, в каком положении инфракрасный обогреватель BALU создаст комфортные условия. В любом положении этот обогреватель способен обогреть достаточно большую площадь. К примеру, мы сейчас находимся на территории 12 квадратных метров, и тепло получает каждый. Пока мои гости общаются, а наш обогреватель ответственно согревает их беседу, я бы хотел уделить внимание конструктивным особенностям и безопасности BALU. Вернусь к типу данного обогревателя. Он ламповый. Установленные в нем лампы не страшны температурные перепады и погодные сюрпризы. Этот прибор можно использовать на ветру и даже при минусовых температурах. Ресурс работы лампы порядка 5000 часов, а это около 3,5 лет, если исключить теплые месяцы года, когда инфракрасный обогреватель BALU будет отдыхать. По истечении срока службы лампы, ее всегда можно заменить на аналогичную фирменную. За лампой расположен профессиональный отражатель Solar Wave, который дает 100% равномерный обогрев площади. А вот почему? Казалось бы, мы включили обогреватель, и он должен греть все, что расположено напротив. Все дело в том, что конструктив отражателя имеет специальное оребрение, благодаря которому достигается максимальная эффективность в пределах всего угла работы прибора, а не только по центру. Лампа обогревателя заключена в стальной корпус. Его преимущество? Есть отверстие для вентиляции, чтобы исключить нагрев самого прибора. Я могу к нему прикасаться без опасения получить ожог. Стальная хромированная решетка защищает лампы от попадания каких-либо предметов. Для создания защитного корпуса конструкторы BALU выбрали сталь. И вот почему. Сталь в меньшей степени подвержена деформации при нагреве, не разрушается, не чернеет, не теряет эстетику внешнего вида. С этим обогревателем я могу отправиться на дачу или любое мероприятие, где понадобится обогрев на свежем воздухе. Он легкий, весит всего 2 килограмма. Инженеры BALU предусмотрели два варианта установки обогревателя. На стальном телескопическом штативе, или же стационарное, настенное или потолочное размещение при помощи кронштейнов, которые идут в комплекте с прибором. Сегодняшний вечер согревал ламповый инфракрасный обогреватель BALU серии BALU. Мы специально выбрали комплектацию со штативом, чтобы показать вам его мобильность, устойчивость и эффективность. До скорых встреч! BALU видит полезное в простых вещах. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...